Привет, друзья! С вами Полина Сагара, и сегодня мы попробуем кое-что, что уместилось у меня в ладошки. Оно вызывает немало разговоров среди любителей чая, но откровенных любителей этого продукта я не встречала. Итак, смола пуэра. Она бывает круглая, бывает квадратная, бывают шарики, кубики. И это не принципиально, важно то, что это вытяжка из листа пуэра. Бывает шу-пуэр, бывает шен-пуэр, что, в общем-то, достаточно странно звучит, потому что никакого листа мы здесь не видим, а только такая прессованная или, сказать, засохшая чайная паста. Давайте отбросим снобизм, заварим эту смолу пуэра и сделаем собственные выводы, основываясь на своих ощущениях. Вкус, аромат, послевкусие. Итак, смола в золотинке стоит 48 рублей, у нее тоже есть рисунок. И смола без золотинки стоит 85 рублей. Вот это да! Написано, что в каждой из этих плиточек по одному грамму. Завариваем кипятком. Сразу окрашивается вода. Граненый стакан традиционно 200 миллилитров, стакан с двойными стенками у меня около 300 миллилитров. Но, собственно, и смола здесь подороже, поэтому дадим ей вот такой вот приоритет. Очень противоречивая информация про смолу пуэра в интернете. Кто-то говорит, что она успокаивает и расслабляет, и здорово пить ее вечером. Другие люди говорят, что это супертонизирующий продукт, который можно выпить как три кружки эспрессо, если вам вдруг нужно готовиться к экзаменам всю ночь или ехать долго-долго по трассе. И тех, и других отзывов много. Поэтому можно сказать, что если у этого продукта есть какое-то действие, то как это подействует на вас, вы узнаете только на личном опыте. Лично меня эффект бодрости или какого-то такого супер успокоения от чая мало интересует. Мне интересен вкус. Поэтому для меня в этой дегустации приоритетно распробовать вкус, аромат, послевкусие. Есть ли они вообще в этом продукте. Честно вам скажу, что я не очень верю в то, что смола пуэра может быть вкусная, поскольку я, может быть, просто привыкла ассоциировать вкусный чай именно с листьями настоящими. А здесь какой-то непонятный суррогат, вытяжка. В общем, я многого не жду по вкусу от этого продукта. Много рассказывают в интернете о том, что этой рецептуре много-много сотен лет. И, дескать, чай так делали давно. И кочевые племена, и, в общем, всякое-всякое разное. Но, честно говоря, эту информацию я стала встречать только когда появилась эта смола. А именно лет, этак, 7, наверное, назад. Ну, может быть, 10. До этого, а я занимаюсь чаем уже 15 лет, никто никакую смолу не привозил, не находил. И ничего об этом не рассказывала про то, что можно так готовить, что кто-то так эту смолу пьет. Но даже если, допустим, это новодел, не принципиально для нас, важно оценить, что по вкусу. Прошло минут 7. Давайте посмотрим, что произошло. Не до конца растворилась смола. Прилипает теперь к ложке. А вторая смола за то же самое время растворилась полностью. Чуть-чуть на дно осела, но, в общем, небольшое количество. Можно сказать, что все полностью растворилось. Можно пробовать. Пахнет пуэром, но и какой-то немножко кофе напоминает как бы вот эти жженые, жареные сахара. Вот оно здесь есть. Что есть к нем? Не стопроцентно пуэрный аромат, нет. Но чуть-чуть есть. Какой-то жареный вкус. То ли кофейный. Кофейный, да, точно. Есть плотность напитка. Есть кислинка странная. В общем, если бы мне дали такое попробовать и не сказали, что это, я бы сказала, что это пуэр плохого качества. То есть он, плотность у него по вкусу небольшая. При этом аромат очень тусклый, если оценивать как шу-пуэр. И вкус, ну, вообще странноватый от Набокий. В общем, в случае крайней нужды. Если бы у меня не было совершенно никакого пуэра, а я бы очень хотела пуэр, то, наверное, я бы выпила такой напиток. Но сказать, что это стопроцентный аналог пуэра и что можно заменить шу-пуэр вот этим вот сублиматом, нет, однозначно нет. Ни по вкусу, ни по аромату, ни по плотности напитку он не дотягивает. Хотя за эти деньги можно попить весьма хороший пуэр. Ну что, время идет. А этот кусок смолы и так и не растворился до конца. Что ж, буду пробовать. Ну, опять вот этот аромат жареного риса какой-то. Ой. Здесь гораздо больше плотности, терпкости. Ну, может быть, за счет того, что здесь меньше воды, на самом деле. Но это не горечь, это, скажем так, терпкость, такая плотность, стельность напитка. Она здесь больше. И это даже лучше. То есть, скажем, если бы такое мне дали, в слепой дегустации попить, я бы сказала, что у этого не очень вкусно пахнущего пуэра хотя бы плотность есть напитка. Ну, кстати, какая-то странная сухость во рту остается после него. Вот этот аромат жареного риса, он просто такой навязчивый и преследует меня. Не, немножко горечь есть. У горла остается. Я честно старалась. Я честно старалась, отодвинула свой снобизм цельнолистового чая. Да, я бы пробовала это. Ни то, ни другое меня не впечатлило. Скажем, эта смола, она дешевая, она такая общая, известная. Это претендует на какую-то супер смолу, потому что цена весьма немаленькая. Но ни то, ни другое по вкусу не заменяет шу пуэр. Какой смысл пить этот продукт? Я не знаю. Может быть, вы знаете, и на вас, может быть, оказывает какое-то особенное действие смола пуэра? Поделитесь в комментариях, я буду рада прочитать. И если вы покупаете какую-то особенную смолу у какого-то особенного производителя, что ж, пишите об этом в комментариях. Давайте обсудим. Ну и вкусного вам чая! С вами была Полина Сагара. И тут мы пробуем разное, в том числе смолу пуэра. Субтитры сделал DimaTorzok